Деньги за неделю Расскажем, когда появятся народные облигации и сколько на них можно заработать. У эксперта узнаем больше о картах МИР и массовой выдаче их бюджетникам и пенсионерам. Туристы в России смогут вернуть налог на добавленную стоимость. В более привычной формулировке это «такс-фри» – суммы покупок, начинающиеся от 10 тысяч рублей. С этим в Министерстве финансов уже определились и внесли в новый законопроект. А вот с перечнем магазинов до сих пор сложности. Нужно учесть возможности налоговой, таможни и Министерства промышленности и торговли. Ясно только, что первыми к «такс-фри» подключатся крупные ритейлеры. У них и объемы велики, и технических проблем нет. Например, с онлайн-кассами. Все уже работает. Вернуть НДС можно будет и за покупку продуктов. Первыми городами, где появится услуга, станет Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Деловой портал bfm.ru приводит комментарий на эту тему директора сети супермаркетов «Азбука вкуса». Владимир Садовин большого роста продаж за введением «такс-фри» не видит, хотя это, безусловно, шаг в сторону цивилизации. Сегодня 50 стран мира возвращают туристам налог, который может составлять от 7 до 22% от суммы покупки. Такая приятная скидка. С середины апреля в нашей стране появятся народные облигации. Главное отличие в доступности. Весь механизм похож на открытие банковского вклада. Собственно, в банках облигации будут продавать. При этом покупателю не нужно открывать специальный брокерский счет. И минимальная сумма для такого инвестирования 30 тысяч рублей. А вот сколько можно будет на этом заработать, разберемся далее. Облигации советских годов, также свободно продававшиеся в сберкассах, совсем не похожи на современные. Все давно уже онлайн и доход гораздо выше. Речь идет о специализированных заросных ценных бумагах. Они будут доступны только для физлиц. Вторичное обращение будет специально запрогнено. Кроме того, итоговая доходность бумаг будет выше текущей среднерыночной ставки по депозитам. В брокерских компаниях облигации федерального займа – один из самых популярных инструментов. Клиентам они приносят больше 9% годовых. Обращаются на московской бирже. Продать и купить их можно просто по звонку своему брокеру. Новый продукт народной облигации пойдет мимо брокерского счета. Банк может взять до 1,5% от суммы сделки. Я сравниваю про вклады. 5-6% годовых. То, что может получить частное лицо при вкладе на депозит. Это лучше. Но если смотреть сюда, это еще лучше. Ведь раньше трех лет получить доход от народных облигаций не получится. Как не получится и потерять деньги. Государство гарантирует доход. В этом главный смысл новых бумаг. Для населения использовать классические облигации представляется достаточно рискованным шагом. Именно из-за их вторичного обращения. Именно из-за продажи ранее приобретенной бумаги по цене, которая окажется в силу текущей конъюнктуры ниже цены приобретения. Народные облигации станут промежуточным звеном на пути новых инвесторов к бирже. И повысят уровень финансовой грамотности. Пока Россия на 25-м месте из 30 опрошенных стран по этому показателю. На первом Франция. Ее опыт и учтен при создании российских народных облигаций. В Государственной Думе на неделе обсуждали вывод из тени самозанятых граждан. Тех, кто нигде не числится как работающий, но вместе с тем как-то зарабатывает себе на жизнь. В стране оказалось по разным подсчетам от 15 до 20 миллионов. Это няни, репетиторы, отделочники, слесарь. И этот список можно продолжать еще очень долго. Регистрироваться предпринимателями им невыгодно. Помимо дополнительных временных затрат, нужно заплатить 23 тысячи рублей страховых взносов в год. И от отчетности никто не освобождает. В Тюменской области предлагали избавить самозанятых граждан от регистрации. И расходы их ограничить специальным патентом для самозанятых. Который будет стоить 10 тысяч рублей в год. Но пока в новом законопроекте депутаты рассматривают снижение существующих страховых взносов до 18 тысяч рублей. Регистрация и отчетность остается. Заплатить за обед онлайн и спать спокойно. В школах Тюмени тестируют новый сервис для родителей. Дополнительная и бесплатная опция создана в системе электронная школа Тюменской области. Как это поможет сэкономить, если не деньги, то время и нервы точно. Расскажем далее. Белки, жиры, углеводы. Для Степана Богомолова рацион питания его детей-школьников очень важен. Ребенок сам. То есть мы делаем это не родители, а делаем вместе с детьми. То есть ей называют, что там здесь сарделька, здесь котлета, здесь рыба. Она говорит, я буду есть сардельку или, допустим, котлету. Все она знает. Папа, завтра понедельник, завтра у меня будет мандарин, там сарделька и пюре. Теперь за калорийностью блюд в гимнастической столовой он может не только следить онлайн, но и также оплачивать с помощью любого компьютера или мобильного устройства. Для сервиса «Электронная школа Тюменской области» подойдет все тот же личный пароль с портала госуслуг. Посмотреть оценки, выбрать меню и рассчитаться за неделю или месяц можно в любое время дня и ночи. Не нужно носить наличные учителю и сводить вместе бухгалтерский баланс. Нет такой загруженности составления табеля, подсчетов использованных денег и средств, сбора средств наличных. Это, конечно, огромный плюс. Второе. У педагога нет необходимости в конце месяца сдавать, опять же, эти средства в комбинат питания, заполнять какую-то отчетную форму, все считать, подсчитывать. Это все делается автоматически. Автоматически из электронного журнала подтверждается, был ребенок в школе в этот день или пропустил обед. Система экономит время, силы и делает все расчеты между родителями и поставщиком школьного питания прозрачными. В пилотном тестировании изъяны не обнаружены. И в апреле две школы Тюмени перейдут полностью на безналичную оплату этой услуги. По остальным школам, начиная с мая месяца, ориентировочно по 3-5 классов в каждой школе зайдет в пилотный вариант. Вот как мы отрабатывали на первом этапе с 16-й гимназией и 7-й школой. С тем, чтобы в этом учебном году уже попробовать, как это будет происходить на базе сразу абсолютно всех школ города Тюмени. А с нового учебного года безналичный расчет в школах будет доступен всем тюменцам. Карты МИР начнут выдавать бюджетникам с 1 июля этого года. Подробнее о механизме массового перехода на национальную платежную систему мы поговорим с директором отделения Тюмень, Банка России Сергеем Поповым. Сергей Аркадьевич, добрый день. Добрый день. Насколько активно наши региональные банки подключились к проекту МИР? Вы знаете, вся страна участвовала в голосовании по выбору названия нашей национальной платежной карты. Получилось очень красивое такое название МИР, объединяющий всю огромную нашу Россию. На сегодняшний день она активно шагает по стране. Уже выпущено в стране больше двух миллионов карт. По нашим данным уже переведены практически все банкоматы для получения карты, для обслуживания карты МИР. Платежные терминалы принимают эту карту, уже 75% платежных терминалов принимают эту карту. Фактически банки уже готовы для того, чтобы начинать массовый выпуск карты МИР. В первую очередь, законодатель нам определил, что в первую очередь будут постепенно переходить те граждане, которые получают заработную плату от бюджета. Сроки достаточно комфортные. Если банкам дали возможность до июля месяца полностью завершить подготовку всех технических средств, к чему они успешно двигаются, то где-то еще год будет для того, чтобы зарплатные проекты, которые оплачивает бюджет, были постепенно переведены на карту МИР. Эти сроки пока законодательно еще не утверждены, но мы на них уже ориентируемся. Что касается пенсионеров, то здесь еще более нашли такой комфортный вариант. Постепенно, по мере того, как карточки предыдущие будут заканчиваться, они будут заменяться на карточку МИР. А сколько карт уже выдана жителям региона? У нас, знаете, на территории Триединой области, включая Хантамасийский и Малнецкий автономная круга, сегодня выдано 93 тысячи карт. Конечно, это не очень много, потому что у нас на территории области, на руках у населения находится 7 миллионов карт. Но это только начало. И практически я считаю, что нам всем как-то с гордостью надо поддержать наш национальный проект, потому что это наша карта. Будем так говорить, что мы настолько провели импортозамещение в короткий срок по данному направлению, что мы становимся независимы для больших систем, которые до сих пор нас обслуживали. Но многих останавливает невозможность рассчитаться картой МИР за границей и в зарубежных интернет-магазинах. Уже сегодня заключены соглашения с международными платежными системами, по крайней мере с Мастеркард уже выпускается карта совместная. То есть она также будет работать при поездках за рубежом. Такие же соглашения заключены с японской платежной системой, с китайской платежной системой. Я думаю, что это только начало. Это все будет работать, это с одной стороны. А с другой стороны, люди, которые посещают заграничные, выполняют заграничные поездки, они хорошо пользуются онлайн-сервисами, очень легко перевести деньги с карты на карту. Это все будет доступно. И я думаю, что здесь никаких проблем быть не может. В какую сумму для тех же бюджетников обойдется получение карты МИР? Для бюджетников и для пенсионеров она стоимость нулевая. То есть это бесплатно все. Кроме этого, будут бонусы при совершении покупок, при совершении транзакций. Поэтому тут говорить о том, что будут какие-то затраты по карте МИР, по отношению к другим системам, не приходится. Это с одной стороны. С другой стороны, получается, что переходя на безналичные расчеты, мы экономим очень много средств на организацию наличного денежного обращения. Это очень серьезные затраты, это большая работа. Но чтобы так почувствовать, у нас наличный денежный оборот в области, включая округа, составляет 3 триллиона рублей в год. Чтобы уж совсем почувствовать вопрос, то примерно около 30 вагонов только новых денег мы завозим, если в вагоны перевезти. Поэтому все, кто участвует в расчетах карточкой, они тем самым экономят средства государства на организацию вот этого большой такой затратной работы и одновременно вносят вклад в это дело. Спасибо вам большое. Пожалуйста. С 1 апреля на 1,5% проиндексируют социальные пенсии. Это значит, что небольшое повышение получат военнослужащие, работники летно-испытательного состава, участники Великой Отечественной и граждане, пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф. В целом, надбавка затронет интересы почти 4 миллионов россиян. Средний размер такого повышения всего 129 рублей, но в масштабах страны на эти цели предусмотрены больше полумиллиарда рублей. Теперь средняя социальная пенсия в Российской Федерации 8774 рубля. Какие еще перемены вступят в силу с 1 апреля и отразятся на наших кошельках, расскажу в следующей программе. Увидеть эту и все предыдущие выпуски вы можете на нашем канале Тьюмин Тайм в Ютубе. На этом все. Увидимся через неделю в это же время. Редактор субтитров А.Семкин